Всем привет, мои хорошие! С вами Кеймили и сегодня мы с вами будем кушать сосисочки пюре. Пюре, которое состоит 50 на 50 с сыром. Я очень люблю твердый сыр. Я добавила этот твердый сыр как раз таки тогда, когда картошка была горячая и он очень круто расплавился. Здесь я сделала себе салат самый обычный из помидора и огурчика. Просто сверху залила немного масла подсолнечное. И здесь у нас соленые консервированные огурчики. Запивать мы будем простой водой. Она из холодильника прям холодная. Обожаю, когда вода действительно очень холодная. Еще люблю окрошку. Прям из холодильника вытаскиваешь и кушаешь. Это что-то, это нечто. Давайте приступим, не будем терять времени. Я взяла специально пластиковую вилочку. Чтобы не было неприятных звуков. Порция небольшая. Я думаю, что я съем все. И говорить мы с вами будем на тему обмана. Обман в соцсетях. Вот часто бывает, что выкладывают фотографии, например, маленького ребенка. Пишут какой-то диагноз, например. И собирают деньги пожертвования. Я смотрела видео, где говорилось о том, что очень часто мошенники скрываются под лицами бедных родителей. И вот таким образом собирают у людей деньги. И чтобы как бы подать огласку этому событию, да, они просят блогеров, что вот помоги, скинь денежку. Честно, мне очень часто пишут, что выложу в историю. Точнее, не мне, а пиар-странички. Они мне кидают, показывают. Может быть, среди них есть действительно люди, которые нуждаются в деньгах. Но я просто думаю, что если я выложу эту в историю, мои подписчики под мою ответственность будут переводить деньги. А я-то этих людей не знаю. Просто пару фоток больного ребенка. Я же не могу нести ответственность за это. И такой сплошь и рядом. Я, если честно, склонна не очень верить таким людям. Сейчас в интернете столько мошенников, столько мошенников. Даже вот эти вот магазины одежды. Отправляешь деньги, потом тебе ничего не приходит. Просто берут, тебя блокируют и все. Тема закрыта на этом. Потом сиди и думай, как вернуть тебе деньги. Пиши слева аккаунтов в комментариях. И они просто берут и блокируют эти аккаунты тоже. То есть помощь, это хорошо, я согласна. Мне вообще что стоит? Просто поставить в историю. Просто я никогда не ставлю непроверенные вещи. Вот как-то так. У меня однажды, знаете, было. По дороге я шла, и девочка подошла ко мне попрошайничать. И прям не отстает. Это прям ужас какой-то. Я иду дальше, она идет за мной и прям попрошайничает. Что да, и да, и нет, я не отстану. А я принципиально не даю детям, которые попрошайничают деньги. Потому что родители их заставляют это делать. Если никто не будет давать деньги, то родители не будут заставлять. Я считаю, что когда вы даете деньги ребенку, который попрошайничает, вы стимулируете его родителям заставлять ребенка еще больше попрошайничать. Так что я не даю. И девочка начала за мной идти, прям вот так вот держится за мою кофту. Я говорю, отпусти меня, я тебе не дам. И она прям на всю улицу оскорбительным словом меня назвала. Я прям не буду цитировать это. То есть на мой взгляд, с ними надо как-то справляться, потому что они не дают отчет своим действиям. Они выросли в состоянии того, что это норма. Мне так стыдно стало перед людьми, что вот ребенок... Ты вроде ничего не можешь сделать, поэтому я считаю, что если вы хотите помочь этому ребенку, просто не подавайте ему денежку. Я ни в коем случае не говорю, что я вообще никому не даю денег, и я вообще плохо отношусь к попрошайкам. Иногда видишь, сидит попрошайничает человек без ноги, без руки, на коляске. Не знаю, но действительно видно, что человек не может пойти работать. Это другое дело. Когда у человека есть руки, ноги, нормально выглядит, просто сидит, что дайте мне, вот это до меня не очень доходит. Я считаю, что неправильно им что-то давать. Причем у нас очень много попрошаек. Вот в России очень мало. Здесь у каждого метро, там кто-то сидит. Я прямо в лицо знаю эту женщину, которая стоит ей, наверное, не знаю, лет, наверное, 35 где-то. Сидит всегда с дочкой, что дайте, пожалуйста, на пропитание. Но у нас в основном это не азербайджанцы, это цыгане, у нас попрошайничают. Это их традиция, типа. Как вкусно. Я обожаю, когда овощи, овощи, ну, помидор и огурчик в оливковом масле. Еще частички чеснока здесь. Обожаю чеснок. Прям кайф. Так что, как-то так. Периметарно стоит мужик пожилой и продает кукурузу. Я ему могу, не знаю, даже лишние деньги дать, что человек достойно сидит и продает кукурузу. А другое дело, я ничего не буду продавать, я просто буду сидеть и вы мне будете подавать. Из-за того, что я прошу денег у вас. У меня была ситуация, я однажды поехала в миграцию. Я не обратила внимания, что оказывается, у меня в кошельке нет денег. Точнее, нет кошелька. Вот, вспомнила. У меня не было с собой кошелька, у меня просто была метро-карта с собой. И, получается, я дотуда доехала. А обратно я пытаюсь загрузить на свою карточку денежки. Не нахожу свой кошелек. У меня такая паника была. Получается, если я пешком буду идти домой, то мне, наверное, нужна будет неделя. То есть, это далеко. А попрошайничать? Ну, не знаю, мне прям так стыдно. Даже вот копеечку попросить мне стыдно, ужасно. Хотя у нас люди очень добрые. Если попросишь, дадут. У меня сразу в голове миллион идей. У меня в сумке влажные салфетки. Я думаю, может, кому-то влажные салфетки дать взамен на копейки. Потом, думаю, может быть, на телефон денежку скинуть. Но выручила меня Шелли. Она, оказывается, недалеко была. И получается, что она приехала и забрала меня, так скажем. Вот, было безумно приятно. И реально, я была в шоке от ее поступка, что она вошла в положение. И вот настолько помогла мне. А сейчас я думаю, я дурочка. Надо было вызвать такси. сесть в такси. Таксисту объяснить, что когда ты доведешь меня до дома, подождешь меня внизу, я спущу денежку и тебе заплачу. не додумалась просто. Вам, наверное, надоели сосисочки. Ну, блин, так вкусно, когда пюрешечка с сыром. Я думала, он сейчас тянуться будет, но пока я красилась туда-сюда, видно, немного остыло. Давайте немного отвечу на вопросы из Инстаграма. Как относишься в последнее время к творчеству Моргенштерна? Часто меня об этом спрашивают. Вы знаете, в последнее время я немножко разочаровалась в нем. Раньше мне он очень нравился, но мне кажется, он как-то не очень уважительно относится к своей аудитории. На мой взгляд, опять же, возможно, вы со мной не согласны. Например, его песня «Соси», я очень извиняюсь, его песня так называется, вот, она набрала дизлайков больше, чем лайков на эту песню. То есть, песня типа «Вы говно», я такой крутой. Но я как блогер могу сказать, что если от тебя отвернется аудитория, ты никто. И звать тебя никак. Нужно всегда прислушиваться к своей аудитории. И малейшая ошибка все, всем будет срать на тебя. Например, Тимати, вот этот скандал, помните? С Гуфом. Там все начали писать всю музыку Тимати никто слушать не будет. И все такие подумали, ой, пишут, да, пройдет время, все забудется и все. Сейчас Тимати что не выпускает, ничего не взрывает, даже если эта песня с Милохиным все равно не взрывает. Поэтому я считаю, что прежде всего важно даже не количество подписчиков, а чтобы тебя аудитория любила. Вот иногда я тоже говорю, что это не то. Не ем. но потом я стараюсь исправляться. И последнее время у меня очень мало негативных комментариев. И даже когда бывают негативные комментарии, я замечаю, что они в тему и они действительно обоснованы. Тот же самый Рома Желудь. В последнее время он настолько, знаете, одел корону, что вот, подписчики, это так, знаете, говно. Я, я король, я такой. И все, все разбежались, остался один. Это опять же мое мнение. Возможно, вы со мной не согласны. Я просто это вижу так. Вы, может, видите это по-другому. Просто зайдите на видео, извиняюсь за выражение соси, и посмотрите, сколько там плохих комментариев и дизлайков. Они просто не успевают удалять. Ужас. В общем, как-то так. Всем желаю приятного аппетита. Спасибо, что кушали вместе со мной. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите свои замечания, комментарии. Я реально прислушиваюсь к вам и буду всегда прислушиваться. Всем желаю приятного аппетита. Пока.